Здравствуйте! В эфире Народные новости. Всё самое интересное, необычное и новое прямо сейчас. Неординарные истории без политики и негатива. В студии Валерия Гавриленко. И вот что вас ждёт в этом выпуске. Творческий подход. В Португалии борются с преступностью при помощи молотка и ножа. Бэтмену 75. Супер-хероу-пати в Бангкоке. Цветаевой жизни. В Павлодаре работает единственный в мире музей известной поэтессы. Он тратит на компьютерные игры всё свободное время. Проходит испытания на максимальных уровнях сложности, устанавливает тысячи модификаций. Типичный геймер. Существует мнение, что большинство любителей виртуальной реальности – мужчины. А девушки-геймеры приписывают некое сходство со снежным человеком. В том смысле, что официальная наука скептически относится к возможности её существования. Однако неумолимая статистика утверждает обратное. 48% заядлых громанов планеты – женщины. Наглядное тому доказательство – наш следующий сюжет. Сегодня всё больше женщин предпочитают компьютерные игры. Почти половина заядлых геймеров планеты, а именно 48% – представительницы прекрасного пола. Однако все они сетуют на то, что мужские персонажи в количественном и качественном плане значительно превосходят женские. Редким исключением можно назвать разве что Лару Крофт в «Восхождении расхитительницы грабниц» и Аманду Риплии в игре «Чужой изоляция». Линсишелл – страстная геймерша. Её любимая компьютерная фемина – ведьма Байонета, сражающаяся с противниками при помощи пистолетов и магии. Байонета – мой любимый компьютерный персонаж. Главное её оружие – сексуальность. Больше всего мне нравится то, что она знает, что восхитительно и ловко этим пользуется. Однако таких героинь можно пересчитать по пальцам, в то время как брутальных и накачанных персонажей мужчин хоть пруд пруди. Эксперты уверены, всё дело в том, что большинство разработчиков видеоигр – мужчины. Женщин в этой индустрии всего 12%. По мнению Кэза Макдональд, видеоигры должны служить потребностям общества. Каждый хочет играть тем героем, на которого он похож. Кто-то выбирает беспощадного убийцу, кто-то супершпиона. Другие предпочитают жёлтую электрическую мышь. Игры должны воплощать в реальность, хоть и виртуальную, все человеческие фантазии. Вообще говоря, разница между геймплейными предпочтениями полов невелика. Брутальным мальчикам нужно немного больше экшена, а девочкам – взаимодействие с другими людьми. Спрос рождает предложение. Учитывая тот факт, что сегодня почти половина играющих – женщины, разработчикам рано или поздно придётся перенести фокус своего внимания на женские образы. Герои японской манги сошли со страниц комиксов и собрались в Бангкоке на фестивале выставки Комик-кон. Родина этого события считается Сан-Диего. Именно там в 1970 году состоялось первое подобное мероприятие, которое впоследствии стало популярным во всём мире. Неудивительно, ведь это уникальный шанс для поклонников комиксов примерить на себя образы любимых персонажей, а заодно и, если повезёт, выиграть главный приз – 1800 долларов. Не обошлось и без культовых супергероев. В этом году легендарный Бэтмен отмечает свой 75-летний юбилей. На фестиваль «Человек-летучая мышь» приехал на том самом Бэтмобиле из нашумевшего фильма Тима Бёртона. Среди других популярных экспонатов выставки – «Железный трон» из телевизионной саги «Игра престолов». Фестиваль продлится три дня. Будучи в лагере, она нарисовала на заказ около 900 портретов женщин-заключённых, писала стихи и прозу, но всё же так и осталась в тени своей великой старшей сестры. Единственный в мире музей Анастасия Цветаева и работает в Павлодаре. Немногие знают, что после ссылки в Сибирь поэтесса несколько лет жила в городе Нейртыше, а потом часто приезжала туда в гости. Кстати, именно здесь Анастасия Цветаева начала писать свой главный труд – воспоминания. Создатели музея, где уже собралось немало экспонатов личных вещей Цветаевой, надеются, что в городе наконец-то появится дом-музей поэтессы. А пока он размещается в маленькой комнатушке Славянского культурного центра. Подробности у наших корреспондентов. Эта маленькая комнатка в Доме дружбы за год пополнилась личными вещами поэтессы Серебряного века. Экспонаты до сих пор собирают по крупицам. Проза, стихи и мемуары. В экспозиции собраны все книги Анастасии Цветаевой. Их передают в музей люди, которые лично или косвенно были знакомы с великой поэтессой. Именно в Павлодаре Анастасия, младшая сестра всемирно известной личности Серебряного века российской поэзии, жила и работала с 1957 года. Хранители музея поддерживают отношения с внучкой. Она передала личные вещи и самой Марины Цветаевой. Сам факт того, что в нашем городе пребывала, проживала и работала Анастасия Ивановна Цветаева. Это был 1957-1959 год. И этот факт как-то история не берет во внимание. Но у нас есть подтверждающие моменты. Вот это вот фотографии. 1959 года Анастасия Ивановна Цветаева с внучками фотографировала в городе Павлодаре. Эти предметы и фотографии рассказывают о многогранном характере поэтессы и о ее жизни в городе Найртыше. Известно, что писательница очень любила прогулки по набережной. Ален Парк стал излюбленным местом отдыха. На стадионе даже в 70 лет она с легкостью выписывала пируэты. Об этом вспоминает внук Цветаевой Геннадий Зеленин. Благодаря известной бабушке судьба крепко связала его с Павлодаром. И он до сих пор живет в этом городе. В первое время я, если честно сказать, был в Пехтовке, в Печаткино и в Пехтовке. Я просто не знал, кто такая Анастасия Ивановна. Бабушка и бабушка. Только потом, когда уже с армии приехала, я только начал понимать, что именно такая Анастасия Ивановна. Ну как вы думаете, это естественно? Ну как же жить в одной семье, в семье Анастасия Ивановна Цветаева, ее сына и сестрички. Я считаю, это какой-то гордость есть. Сейчас у создателей музея много планов и задач. Идет активная подготовка к Цветаевскому костру, который состоится в сентябре этого года уже в десятый раз. К нему поклонники подготовили сборник песен на стихи писательницы и поэтессы. Мне кажется, что я тебя люблю. Мне кажется, что я тебя люблю. Сегодня создатели единственного в мире уголка Анастасии Цветаевой не теряют надежды, что в городе появится дом-музей писательницы на улице Карла Маркса, там, где жила и творила поэтесса. Сейчас дом находится в частном владении, и его не против продать. Стоимость составляет несколько сотен тысяч долларов. У цвета и ведов таких денег попросту нет. Поэтому литераторы в очередной раз просят откликнуться меценатов. Заброшенные дома вдохновляют нашего героя на подвиги. А старые поезда и разбитые дороги вносят в его жизнь смысл. В Лиссабоне, благодаря творчеству уличного художника, у каждого здания появилось собственное лицо. Теперь сотни пар глаз смотрят на жителей португальской столицы с высоты птичьего полета, выражая им свое презрение, безразличие или симпатию. В городе даже снизился уровень преступности. Неудивительно, как-то неловко нарушать закон под пристальным взглядом такого количества свидетелей, хоть и безмолвных. Если одних такие настенные портреты пугают, другие находят в них важный посыл. Какой? За ответом отправимся в Португалию. Художник Александр Фарто, больше известный под псевдонимом Виллс, усердно трудится над своим новым творением. Излюбленные инструменты мастера, молотки и ножи, самобытные работы, выполненные на стенах домов, принесли визуальному поэту, как его здесь часто называют, всемирную славу и популярность. В основном живописец работает в портретном жанре, причем все изображаемые им лица из реальной жизни. Граффити – это то, чем я живу. Я думаю, школа, которую я прошел, дала мне отличную базу. И теперь я могу выйти за рамки традиционной живописи. Я пытаюсь показать людям искусство с другой стороны. Символика в урбанистическом контексте. Творчество Фарто можно увидеть не только на стенах домов, но и на билбордах, а также городских стендах. Мастер находит заброшенное здание и превращает его в произведение искусства. Недавно холстом выступили вышедшие из строя вагоны метро. Разделение – первая сольная выставка Фарто. Цель мероприятия – показать, как город влияет на его жителей, что он отнимает и дарует. Экспозиция развернулась в Лиссабонском музее электричества. Это культурный центр индустриальной археологии, который представляет собой прошлое, настоящее и будущее энергии, делая науку доступной для всех. Здесь существуют бок о бок тематические и экспериментальные выставки. Однако Фарто творит не только в родной Португалии. На разрушенных перед чемпионатом мира домах в Рио-де-Жанейро художник нарисовал лица людей, которые здесь когда-то жили. Таким образом он выразил свое отношение к тому, что происходило в городе накануне и во время проведения Мундиаля-2014. Куратор музея Джоао Пинхаранда знает живописца уже много лет. Язык его работ стал более сложным, но вместе с тем интересным и глубоким. Немногие понимают его работы, но те, кому это под силу, влюбляются в них мгновенно. Выставка продлится до октября.